Стабилизационные фонды плодо-овощной продукции в каждом районе страны создаются ежегодно. И не только для того, чтобы обеспечить население картофелем и капустой, но и с целью товарных интервенций, дабы не допустить повышения розничных цен. Их устанавливает Миноблсполком. С учетом затрат на хранение, стоимость овощей будет повышаться каждый месяц, но незначительно. Обычно это 5-7% за весь сезон. Решение Миноблсполкома. Эти цены устанавливаются. И ниже торговля может продавать, а выше нельзя. Это предельные розничные цены на вот эту продукцию, которая хранится в Стабфонде. На хранение закладываются самые популярные у белорусов картофель, лук, морковь, свекла, капуста и яблоки. Объемы из года в год практически не меняются. На предстоящий сезон в Солигорском районе заложено на хранение немногим больше прошлогоднего. 635 тонн картофеля, 220 тонн капусты, 110 моркови, 95 свеклы, 80 лука и 110 тонн яблок. Часть заготовленных овощей предприятия торговли и общепита будут хранить в собственных хранилищах и на складах. Часть по договорам в специальных хранилищах. К примеру, сохранность яблок обеспечат сами производители. Агрокомбинаты Клецкий и Ляховичи, агросад Рассвет. Хранение в стабилизационные фонды обеспечивает у нас и Универмаг Солигорск, и его торговые объекты. Солигорск Торг, Радуга Свет, Грин Розница, Златка, Евроторг. То есть все крупные предприятия торговли. Кроме того, Беларусь Кали для своих дошкольных учреждений. Промышленные предприятия. Это такие, как Шахты Спецстрой. Ну и Беларусь Кали тоже для питания своих рабочих и обеспечения дошкольных учреждений. Также районный отдел образования, спорта и туризма для питания своих школьников. Центральная районная больница также заготавливает заранее эти объемы, закладывает и обеспечивает питание больных. В отделе торговли и услуг подчеркнули, что созданный стаб-фонд – это минимальный продовольственный запас. Предприятия торговли будут вести дополнительные закупки, чтобы расширить предложения. За резервированное же в стабилизационных фондах продукция будет расходоваться с 15 ноября до 1 июня равными долями.